Виват Благовещенск. Власти, общественники и простые жители начали отмечать 161 годовщину города. Основные торжества назначены на завтра. В гости к брандмейстеру. Амурские спасатели устроили смотр судов. От кутюр из мусора. На конкурсе «Листая красную книгу» юные Благовещенки представили наряды из необычных материалов. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в эфире новости города в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте! Сегодня Благовещенск отмечает очередную годовщину со дня своего основания – 161. С самого утра власти, общественники, простые горожане возложили цветы к памятникам казакам-первопроходцам и отцам-основателям амурской столицы. У монументов в Верхнеблаговещенском и возле Кафедрального собора побывала и наша съемочная группа. И мы сегодня здесь стоя еще и еще раз вспоминаем о тех, кто дал нам возможность говорить о том, что Россия не просто приросла Дальним Востоком, не только развивается, но у России есть героическое прошлое, светлое настоящее и настоящее будущее. В этой карантинной поди были захоронены казаки, не перенесшие первой зимовки. Был и холод, и болезни. Наверное, все-таки у них была большущая тоска по своей родине. Это сейчас мы имеем железные дороги, автомобильные дороги. Тогда они уехали в никуда, ну фактически безвозвратно. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному попелищу, любовь к отеческим гробам. Ну это моя маленькая родина, здесь родилась я, родилась моя мама, дети мои, внуки уже растут. У нас уютный маленький городок, правда он сейчас уже не маленький, разросся и очень радуется душа и все, что у нас так он красивый становится. А после торжественного возложения цветов, мэр Благовещенска Валентина Калита обратилась со словами поздравлений ко всем жителям города. Предлагаем послушать. Уважаемые благовещенцы, вот и 161 год со дня основания нашего города. Еще вчера мы с вами говорили о его юбилее, вспоминали, перелистывали страницу истории и казалось, что мы уже многое знаем о нашем городе, но за этот год вы помогли всем нам узнать еще больше о нем и еще больше дали основания для того, чтобы мы гордились нашим прошлым, ценили настоящее и мечтали о будущем. Я поздравляю всех вас с праздником и пусть в город процветает, а каждая семья найдет свое счастье в нашем городе, то счастье, которое они искали, ищут, о чем мечтали. И пусть мечты тех, кто основал наш город, чтобы наш город процветал, чтобы наш город был мирным, спокойным, комфортным, сытным, пусть их мечты сбудутся в жизни наших с вами современников. С праздником нас, благовещенцы! С днем рождения города! Отмечать свой день рождения Благовещенск продолжит и завтра. В честь праздничных мероприятий центральная улица города будет перекрыта. С 10 часов утра в субботу улицу Ленина закроют для движения транспорта от Шимановского до Калинина. Открывать ее будут постепенно. С 14 часов станет доступен участок между Калининой и Шевченко. С 8 вечера автомобилям дадут ход между Шевченко и Пионерской. Участок Ленина от Пионерской до Шимановского будет перекрыт до окончания праздника 22.30. Дополнительно завтра с 10 утра и до 8 вечера закроют улицу Зейскую от Шевченко до улицы Шимановского. Администрация города просит водителей проявить терпение и выбирать другие маршруты. А схему объезда общественного транспорта можно посмотреть на нашем сайте tv-город.рф. Сегодня Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В Благовещенске сотрудники патрульной службы совместно с работниками железной дороги отметили его тем, что раздали водителям памятки. В Благовещенске сегодня действует 33 железнодорожных переезда. На самом загруженном участке, Калининском, полсотни водителей сегодня получили памятки о том, как правильно пересечь ЖД-переезд. Такая акция проводится для того, чтобы снизить аварийность на опасных участках. С начала года правила пересечения железнодорожных путей нарушались 109 раз. К примеру, на Калининском переезде водитель выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. Обошлось без пострадавших. Но так бывает не всегда. В прошлом году было у нас дорожное транспортное происшествие. Это в поселке Маховая-Пать. Водитель такси, перегнорировав сигнал с семафора, выехал на красный сигнал светофора, совершил столкновение с локомотивом. Вы знаете, чего пострадал пассажир в этом ДТП? Водителям, нарушившим правила движения через железнодорожные пути, грозит штраф в размере 1 тысячи рублей или лишение прав на срок до одного года. Пожарная сирена и рев спасательных катеров раздавались сегодня утром в районе Амурской-1. Причина тому не ЧП, а плановый осмотр судов, которые этим летом будут обеспечивать безопасность благовещенцев. В их числе и уникальный катер, аналогов которому на Дальнем Востоке нет. Кристина Коширина наблюдала. Хоть яхту, хоть завод. Этот красный малый может потушить со стометрового расстояния. С дополнительной помощью прокинет воду на километр. Пожарный катер под именем «Брандмейстер» единственный на Дальнем Востоке. Проверить готовность «Брандмейстера» к лету задача Алексея Кличковского. Он тут командир. На пожарном катере, который впрямую ей действует 11 лет, мужчина второй год. Тушить что-то серьезное еще не доводилось. Но о подвигах подопечного наслышан. Я помню, что в 13-й год был. Топление помогали перекачку воды делать. Строились дамбы. Так как вода все равно наша проникает через эти сооружения, и у нас за дамбой уже перекачивали обратно в русло. Кроме «Брандмейстера» осмотр сегодня прошли с десяток маломерных судов. Проверяли наличие жилетов, аптечек, техническую исправность, сирену. И даже удостоверение. К примеру, командиру большого судна «Альбатрос» бумаги нужно обновлять в два раза чаще, чем руководителям маломерных. Каждые пять лет все члены экипажа регистровых судов проходят проверку знаний и переподготовку. Потому что в той категории судов находятся и пассажирские, и грузовые суда, и людей там, естественно, команды. Намного больше, и подготовка там совершенно другая капитанов и помощников. В спасательной лодке фаворит свои особенности. Аптечка здесь больше классической в два раза, а огнетушитель пенный. Поместится даже в руку ребенка. И ковш. Отсутствие этой посуды принесет спасателю неудобства. Большой опасности, конечно, не будет. Неприятно сидеть в воде. Мы часто попадаем во время большой волны, и волна захолестывает лодку в воду. Естественно, нам приходится пользоваться этим. В итоге к работе допустили все суда. А теперь им предстоит выполнять свое нелегкое предназначение до конца октября, пока летняя навигация не закроется. Кристина Коширина, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Краеведческие, творческие, экологические и спортивные смены в этом году проведут пришкольные лагеря Благовещенском. В этом году городской бюджет выделил на их организацию миллион рублей. Меньше чем через неделю учреждение откроет двери для детворым. Проверить их готовность выехала мэр города Валентина Калитам. Подробности в материале. Расставила стулья так, как будут стоять раскладушки для детей на сам пришкольный лагерь. 7 июня классная аудитория пятой школы превратится в сонное королевство. Пока же педагоги обходятся условными обозначениями. Расставлять игрушки и кровати нельзя. В учреждении идут экзамены. Поэтому даже в кабинете дополнительного образования документы в перемешку с поделками. К последним в этом году добавятся не меньше полусотни. На 60 мест в пришкольный лагерь уже записалось 68 детей. В том году понравилось мне, многим детям, то, что педагоги в тематические дни проводили, выступали в роли театральных каких-то актеров. И также прыгали вместе с детьми. Поэтому детям очень понравилось. И многие из тех, кто был в прошлом году, пожелали в этом году тоже прийти. Оценить подготовку хотя бы в теории. В пятую школу пожаловала мэр Благовещенского Валентина Калита. Так что руководству лагеря пришлось раскрыть пару секретов. Смена в этом году будет посвящена Гарри Поттеру. Завтра у нас приемка. Мы практически готовы. Можно пойти посмотреть. В 23-й школе, что в маховой паде, дела обстоят не хуже. Руководство рассказывает, дети в их лагере спят как сурки. Во-первых, воздух здесь намного чище, чем в городе. Во-вторых, активная деятельность лишает ребят всей энергии. Спорт – ты мир. Большая программа. В основном оздоровительно-развлекательные мероприятия, которые будут проходить здесь, на территории нашего школьного стадиона. Тем более стадион располагает. Футбол, волейбол, баскетбол, бег и прыжки в длину – все в одном месте. Гордость в виде двух тысяч обустроенных квадратных метров школа получила два года назад. Стадион обошелся бюджету в 15 миллионов. Но средства себя оправдали. Поэтому еще одна спортплощадка не за горами. Наши дети заслуживают того, чтобы их поддерживали. Ведь они у нас ежегодно доказывают, что они лучшие спортивные команды, когда проходят соревнования. 14-я школа неоднократно была победительницей. Я думаю, ребята и педагоги этой школы доказали, что они спортивная школа в том числе. 16,5 миллионов выделят на строительство стадиона в 14-й школе. Администрация уже объявила аукцион по поиску подрядчика. Наталья Бернацкая, Кристина Каширина, Денис Лугов. Программа «Город». В Первомайском парке поселились амурский лесной кот и снежный баран. И еще пять новых скульптур краснокнижных животных. Таким образом, авторы работ благоустроили место отдыха и посоревновались в рамках конкурса, листая красную книгу. Сегодня на подведении его итогов новую аллею смогли оценить горожане. Модницы из художественной школы показали мусорное дефиле. Первый победитель ушел с наградой. Не покладая рук, три дня, три долгих ночи, я пожинала плод своей мечты, готовилась на праздник красоты. На праздник красоты шестиклассница Арина Шилова пришла впервые. И сразу сразила всех присутствующих. Наряд в эко-биостиле навеяла сама природа. А поплатить идею в жизнь помогла вся семья. Под юбник из строительной гидроизоляции, юбка из болотной сухой травы, а цветы – салфетки. Собрать пятикилограммовое платье оказалось не так-то просто. Сначала мы долго искали место, где бы взять такой вот соломы. Потом мы нашли это место в чагирях. Нашли, ну, влазили в болоте, порезали себе все пальцы. И потом, когда мы наконец-то ее собрали на этой жире, кое-как засунули ее в багаж, в машину. Так, котик. Вроде бы вместился маленочкой. Не каждая девушка может похвастаться селфи с краснокнижным амурским котом. А у Людмилы Горедько оно есть. Пришла запечатлеть работу своей племянницы – снежного барана. Но свою симпатию отдала Мурлыке. Мне понравился больше всего вот этот вот прекрасный кот, потому что я сама кошатница. И я считаю, что мы очень хорошо сделали. Качественная, выполненная скульптура. Единственное, чего не хватило – подробного описания. Хотелось бы знать подробненько про кота, про этого. Соперники у кота серьезные. Амурский тигр из бетона, рыбаки из дерева, иглоногая сова из покрышек, снежный баран из лозы. Всего семь скульптур. Жюри не могло не отметить высокий уровень мастерства авторов. Ну, по большому счету, они все профессиональны. Ведь любой у нас, как считается, человек, если умеет творить, он уже профессионал. И самое главное – композиционный, раскрыл он тему или не раскрыл. Мне вот действительно понравился баран. Автор барана уже унесла свою награду – приз зрительских симпатий. А кто стал победителем, по мнению профессионального жюри, озвучат 3 июня на праздновании Дня города. Оксана Курбатова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Празднование Дня города – концерт Филиппа Киркорова, выставка «Кошек». Предстоящий уикенд будет интересным. Его анонс уже в эфире. В полдень субботы по улице Ленина от Шимановского до Калинина пройдет традиционная велогонка. В это же время праздновать День рождения города начнут с Первомайском и Городском парках. Посетителей ждут игровые программы и концерты. В три часа дня от памятника Игунскому договору, что в Верхнеблаговещенском, стартует духовно-просветительская эстафета по реке Амур. В пять вечера всех приглашают на гуляние по Большой. Живые скульптуры, выставки и тетрализованные представления можно будет увидеть на Ленина от улицы Пионерской до Островского. Вечером на главной сцене города патриотические песни исполнит Денис Майданов, а завершит праздничную субботу фейерверк. Начало в 21.50. Воскресенье будет спортивным. В 10 часов в клубе Абриколь начнется первенство по русскому бильярду, а на стадионе Амур соревнования по бегу. В 12 часов в Первомайском парке состоится экофестиваль журавли. Прикупить изделия ручной работы и обменять макулатуру на скворечники горожане смогут до пяти часов вечера. Благовещенская библиотека «Солнечная», что в районе сплавной конторы выиграла федеральный грант на 120 тысяч рублей. На эти деньги будет реализован проект «Солнечный скворечник». В его рамках проведут две бесплатные летние смены дневного пребывания на базе библиотеки. Дети от 6 до 14 лет в течение 10 дней будут нарушать все правила тишины в библиотеке, проходить квесты и викторины, беседовать на тему экологии и краеведения. В прошлом году ребятам уже организовывали такой досуг. Сейчас, благодаря гранту, специалисты значительно разнообразят их времяпрепровождения. Большая часть гранта, 80 тысяч, пойдет на пополнение книжного фонда библиотеки. Остальные средства будут направлены на приобретение детских игр, развивающих пособий и материалов для мастер-классов и занятий с детьми. Проект вошел в число 136 победителей. Всего на грант было подано более трех тысяч заявок. Первая смена начнется 6 июня. На нее уже записалось 11 детей. Вторую проведут в августе. Через две недели полсотни благовеченских пенсионеров отправятся в Китай. 15 июня они примут участие в первом российско-китайском конкурсе танцев на площади. Он состоится в Харбине. Зачем для поездки амурчанам пришлось выучить китайский танец и почему они боятся заблудиться? Расскажем в сюжете. На репетицию, как на работу, к восьми утрам. Каждый день на протяжении уже почти месяца. Чтобы руки и ноги целых три минуты двигались синхронно и в такт. Китайская песня «Что летит над землей» благовещенским пенсионеркам пришлось запастись немалым терпением. У китайцев всегда красиво ручки. Вот у них до того красиво. У нас еще так не получается красиво. Ну и может быть, ну и с ногами тоже проблемы были. Сочетать технику движений с эмоциями, с руками, с движением головы. Вот это вот сложно. И, конечно, держать расстояние между соседями спереди и сбоку. Ирине Севастьяновой танец дался, пожалуй, сложнее всех. Все потому, что женщина на пенсии продолжает трудиться. Рабочий день инженера Ростелекома как раз начинается в 8 утра. Так что движение разучивала в одиночестве. Дома перед зеркалом, глядя в смартфон. Остальные группой у экрана телевизора. По видеоурокам, что китайские коллеги прислали в начале мая. Когда мы первый раз открыли видео, посмотрели, для нас стало, конечно, даже в какой-то мере страшновато. Потом они там в спортзале, в форме танцуют. И движения такие для нас новые. А теперь же, включая видео, мы смотрим на китайцев и даже там замечаем где-то ошибку. То есть мы уже к этому привыкли. Страшнее всего, говорят участницы клуба танцев для здоровья, заблудиться. Причем не в целом в Харбине, а на одной единственной площади, где вместе с несколькими сотнями китайцев им предстоит принять участие в масштабном флешмобе. Для него пенсионерки и готовят эту трехминутную композицию. Ведь конкурсный вальс отрепетирован давным-давно. Мария Селезнева, Денис Лугов. Программа «Город». И на сегодня у меня все. Желаю вам приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова